Итак, теперь давайте рассмотрим, как советник торгует, какой алгоритм действия он будет совершать и что он будет делать с вашим депозитом. Мы видим окошко, такое же примерно, как вы видели в предыдущем разделе по эксперту Forex Magic Range. Но здесь, как я говорил, уже идет другой алгоритм действия и другой алгоритм именно выставления пачки ордеров. Здесь мы видим также Level. Видим, что Level отвечает за расстояние между ордерами, за расстояние от ордера до стоп-лосса и до тейк-профита. То есть это стандартная такая величина, между которой будут выставляться и ордера, и стоп-лоссы, и тейк-профиты. И также знакомая переменная OrdersCount. В данном случае у нас OrdersCount равняется 6. Это количество ордеров, которое разрешается советнику открывать, максимальное количество ордеров, которое разрешается советнику открывать при срабатывании стоп-лоссов. Итак, теперь давайте рассмотрим, как же он выставляет эти самые свои ордера. Как я вам и говорил в предыдущем уроке, данный советник, он выставляет первую позицию по рынку. В предыдущем уроке вы видели, что после того, как я нажал кнопочку ОК, советник сразу открыл по рынку позицию и сразу выставил еще два ордера. Таким же образом советник и торгует. Он анализирует рынок на покупку либо на продажу и выставляет первую позицию покупку либо продажу. Мы рассмотрим с вами вначале случай с покупкой, то есть советник решил, что нужно открывать позицию Buy и он открывает ее лотом номер 1 и тут же он выставляет еще два ордера. Первый ордер, который он выставляет, равняется лоту номер 2 и второй ордер равняется лоту номер 3. Значит здесь уже все понятно, как он выставляет данные ордера. И стоп-лоссы и тейк-профиты, как вы помните, у нас равняются левел. Но передвижение стоп-лоссов здесь немножко изменено. Когда Buy доходит до своего стоп-лосса, то его стоп-лосс автоматически передвигается на стоп-лосс вот этого ордера. И таким образом эксперт наращивает позицию, то есть он делает такую позицию усреднения. Он заходит вглубь и набирает свою пачку ордеров. То есть, к примеру, вот это я вам рисую цену и эксперт все большим и большим лотом заходит и у него все больше и больше лотов находится в рынке. И максимальный лот, здесь мы видим максимальное количество ордеров 6. Если же по этому Buy-лимиту у нас срабатывает уже стоп-лосс, то тогда советник закрывает все вот эти позиции. И у нас все позиции остаются в минусе. Но это мы не допустим, потому что мы делаем нормальную оптимизацию, мы не делаем подгонку. И мы знаем, что данный советник, когда он ведет себя таким образом, то мы уже понимаем, что это агрессивный алгоритм действий. Поэтому мы выбираем здесь более умеренные пары валютные инструменты, которые не так себя агрессивно ведут, к примеру, как евро-иена. Для этого я и сделал оптимизацию для евро-фунта, для доллара-иены и так далее. То есть для таких умеренных валютных инструментов. То же самое советник будет делать, если откроется позиция Sell. Так же самое первая позиция открывается ордером номер 1, затем номер 2, номер 3. И так будет дальше продолжаться. Советник будет все новые и новые ордера выставлять, когда будут срабатывать стоп-лоссы. И когда же цена, к примеру, здесь у нас цена уже идет вверх. И советник все выставляет новые и новые позиции на продажу. То есть это я вам нарисовал цену. Значит здесь позиция Sell. Здесь снова позиция Sell. Здесь Sell. Здесь. Тут мы видим, что цена уже развернулась. И примерно вот на этом уровне советник может закрыть все свои позиции. И при этом общая позиция по всем вот этим ордерам останется в плюсе. Потому что мы видим, что советник наращивает лоты. То есть он не должен ждать, пока цена выйдет до первой позиции в плюс. Мы можем здесь закрыть наши общие позиции. То есть нашу всю общую позицию. Вот эту всю пачку ордеров. И выйти таким образом в плюс. Это получается из-за того, что советник наращивает ордера постепенно. И таким образом мы можем извлекать прибыль на вот таком вот усреднении. Вручную это делать очень тяжело. Потому что отслеживать каждые 95 пунктов. Это будет просто нужно сидеть целый день. Для этого же был написан данный советник, который делает такую позицию усреднения. Итак, давайте в следующем уроке мы прогоним эксперт на визуализаторе и более детально посмотрим, как он торгует.